Все дети талантливы, все дети творцы. Более того, учёные утверждают, что каждый ребёнок в своём потенциале способен усвоить всезнание мира. Главное – увидеть в своём ребёнке его стремление, вовремя разглядеть способности и направить по верному пути. Именно так поступили родители, герои моей сегодняшней передачи. Так поступает и он по отношению уже к своим детям. Сегодня гость моей передачи – музыкант, педагог, руководитель и дирижёр духового оркестра Лена Ривер-Брас, а также дирижёр симфонического оркестра филармонии Якутии, симфоника «Артика» Павел Васьковский. Павел, здравствуйте. Добрый день. Очень рада вас видеть. Снаемно. А то до этого я видела только вас на сцене. Я тоже вас по телевизору часто вижу. Вот и встретились. По старой доброй традиции нашей передачи все мои гости приходят с фотографиями. Я вижу тоже, принесли очень много фотографий. Постарался и родителей попросил. Принесли все, что есть. Выбрал. У нас передача сегодняшняя наша интересная, называется «Фотоальбом». Да. Посмотрите, какой… Вы сказали найти самые интересные фотографии. Я позвонил, конечно, мамам, потому что в наш цифровой век, например, фотоальбома дома у меня нет, только семейный фотоальбом сохранился, который свадебный фотограф дал. И всё хранится в телефоне. Всё же у нас в телефонах, всё. И так мы подумали, так, а фотографии где взять? Интересных-то много где взять. Некоторые начали с телефона распечатать. Но есть вот такой сохранился уникальный. Самодельный. Семья Васьковских. Вырезано. Вырезано. Там, наверное, очень интересная фотография была. Здесь семья бабушка. Младший брат мой. Миша, сестра моя двоюродная. Как раз нам папа. Это наш ансамбль. Это бабушка, видите. Саша и это мама, видимо. Их мама, вот она же дирижирует. И мне нужно стоять, говорить, сфотографировать буду. Это мамины цветы на окне. Она очень любит цветы, да, у неё много цветов. Она, когда уезжает, опус говорит, ты поливай цветы. И я это иногда не делаю. Иногда некоторые цветы зацветают. Мама потом очень. Говорит, ну что, сынок, я же тебе просила поливай цветы. У молодого, но уже опытного дирижера Павла Васьковского любимых и дорогих фотографий оказалось много. Одни хранятся в родительском доме, другие – фотоальбоме его молодой семьи. И каждая из этих фотографий вызывает особые эмоции. С какой фотографией мы начнём нашу беседу? Фотографий, конечно, много, но, наверное, стоит начать с этой фотографии. Это зарождение уже нашей семьи, это наша свадьба. И потом уже зарождается уже наша... У нас же сейчас есть ячейка общества, да, отдельная. Так что, наверное, с этой. Именно с этой фотографии, которая, наверное, хранит в себе эмоции, хорошие пожелания, да? Да. Мне она очень нравится, хорошая аура. Все очень весёлые, позитивные, дорогие люди. Да, где собрались самые близкие люди, которые желают вам только добра и счастья. Здорово. Расскажите, как зародилась ваша семья, раз уж мы начали с этой фотографии. Я в своё время поступил в Высшую школу музыки по классу трубы. И моя одноклассница была очень красивая девушка, звали её Анна Ефремова. Она была отличницей, постоянно на 4-5 училась. Я сидел немножко сбоку, иногда у неё... У нас же программа откровенная, списывал. Но она, конечно, делилась своими знаниями охотно. Ну, так начали общаться, зародились наши отношения. Встречались, мы уже сколько, уже 12 лет вместе встречаемся. В браке? В браке официально 7, а так 12 лет. О, общий старт, да? Получается, со школы? Да. Со школьницами. Получается, с 10 или 11 класса, да. Значит, так такого не было, да, чтобы увидели, понравилось? Какой-то такой прямо истории, что снять кино... Нет, было всё достаточно просто классически, по-школьному. Наверное, как и у многих пар, которые встретились таким образом. Вспомните момент, когда вы сделали, предложили, когда вы поняли, что вот пора, пора сделать такой выбор, да, пора сказать человеку, что вы не можете без него жить. На самом деле, я вообще не романтик, абсолютно. Это было в Москве, после окончания музыкального училища, лучшую школу музыки, да? Там я отучился, как получается, училище закончил. Поступил в Москву, она продолжила учение здесь. Я поступил в Москву, и у них были постоянные гастроли. Она работала концертмейстером в ансамбле «Скрипачи вертов за Якутией». Бессменным концертмейстером тогда была. И они часто ездили, у них большой гастрольный тур, график. И они часто бывали, конечно же, в Москве. И вот такими вот периодами, когда они в Москве, или перебежка у них в Москве, дальше кто-то идет, мы, конечно, встречались. Так мы встречались 4 года, ну и зимой и летом я обязательно приезжал сюда в отпуск. Отпуск, почему отпуск? Потому что я был военным, в военном университете учился. Как интересно. У нас называется не каникулы, а отпуск. Офицер запаса, ну и к этому мы придем попозже. Ну вот, насчет предложения. Значит, на следующий день, это было на четвертом курсе, зима. На следующий день она должна улетать домой. И что-то мне все спрашивает издалека. А, да? Да. Еще днем ранее. Значит, это было инициативание. Значит, все спрашивают издалека, как мы будем планировать свадьба, не свадьба. Ну я уже понял, да? Все понятно. И потихоньку, помаленьку тоже начал как-то, да, действительно надо задуматься, да, как, что. Все-таки 7 лет встречаетесь. Потому что есть же какой-то такой стереотип, когда долго встречается, встречается. Если вовремя не узаконить брак, то, не знаю почему, но как-то часто разбегаются. Не знаю почему. Гуляли мы по европейскому, это метро Киевская в Москве. Я сказал, мы потом вышли, там есть такой небольшой, там где Муму еще стоит лесок. Наверное, помните, знаю где-то, да? Лесок там есть. И уже вечер был, снег падал. Я говорю, что здесь студенты, конечно же, бедные, да, там на кольцо нет. И тем более это не планировалось ничего. Я побежал в европейский, но он думал, наверное, в туалет или куда-то пошел, да, скорее всего. Я прихожу с большим пакетом. В этом пакете она думала, что куртку что-ли купил. Ну, мы там смотрели до этого, куртки выбирали, что-то, наверное, что-то купил, наверное, себе. Без какой-то мысли вообще. Сейчас будет предложение. Я достой медведя, становлюсь на колено. Ну, и, соответственно, будешь моей женой, тебя очень люблю. Трогать ей момент, подарил мишку. Позвонили родителям. Вот так вот, очень искренне, тепло, душевно. Вместо помолочного кольца был плюшем и медведь. Да, мы начали сразу же звонить родителям, они нас поздравили. Говорят, мы давно это уже понимали, ждали это, молодцы, мы вас полностью поддерживаем. И она улетела на следующий день со спокойной душой. Ну, и вы, наверное, тоже успокоились. Да, конечно. Какая-то ясность появилась в отношении. И ясность появилась, и появилась ответственность. Надо было думать, я же был военно обязан, и нужно было думать дальше. Значит, если по распределению после пятого курса куда-то направляют, то, соответственно, или забирать с собой, или увольняться, как что. Тоже много сразу же вопросов появилось, как дальше, что делать. Сделать правильный выбор. Вот какой вопрос стоял перед Павлом. Посоветовавшись с родителями, супругой, Павел вынужден был забыть о карьере военного и поступает в Московский государственный гуманитарный университет имени Шолохова на кафедру оперно-симфонического дирижирования. Классическая музыка не была чем-то новым, чуждым. Ведь за плечами Павла была учеба в высшей школе музыки, у нас в Якутске, после учебы на военного дирижера в военном институте при Министерстве обороны Российской Федерации. Сейчас музыка уже является моей профессией. С каждым годом она более осознанно-осознанно. Появляются какие-то новые впечатления, одну и ту же музыку, ту же партитуру уже совсем по-другому. Слышишь, видишь, дирижируешь, воспринимаешь. Все-таки чем старше становишься, одна и та же музыка, новое прочтение постоянно появляется. Думаешь, а как я это не мог? Почему я так раньше делал? А сейчас совсем по-другому. Идет определенный рост, багаж накапливается, знания все больше и больше появляются. Сейчас намного... С каждым годом все интереснее и интереснее уже. Хочется больше. Чтобы слушателю было интересно, каждый дирижер вносит какие-то свои штрихи. Расшифруйте ваши коды. Штрихи тоже нужно вносить, не помешать замыслу композитора. Мы являемся всего лишь посредниками между композитором и зрителем. И здесь нужно, если что-то вносить, то не меняя основу. То есть это может связано с настроением, со звучанием или тише, или где-то громче, или фраза как-то по-другому может звучать, более волнительная или более мягче. У каждого дирижера есть свой язык. И профессиональных дирижеров, те оркестры, с которыми они постоянно работают, можно не видеть, а уже послушать и уже определить точно, что эту симфонию, например, Чайковского, играет, например, или Светланов, или Моровинский. Ну и, конечно, можно и по состоянию звучания понять, но есть определенный штрих, как, например, люди пишут, так же, почерк, да, так же есть определенный штрих у каждого дирижера. Думаю, не мне только, но и всем телезрителям будет интересно узнать вообще, какие знаки вы даете, чтобы заиграла скрипка, вступил контрабас, я не знаю, какие-то ударные. Ну, знаки, они вообще дирижирование обучают очень, начиная с азов, да, как поставить руки, какое положение, все показы, вся динамика, как должна показываться, как нужно палочку держать, как должна работать кисть, как должен работать локоть, как он должен стоять, что это не делай, это так не делай, параллельный. Ну, в общем, как математика, все, здесь дважды два, здесь трижды три. А все показы, существуют разные школы, но все равно принцип, он один и тот же. И каждый дирижер все равно обучают, и где-то он оттуда что-то увидел, там посмотрел, так под себя сделал. Все равно перенимаете. Все равно где-то у кого-то увидел, перенимаешь под себя, это делаешь, хочешь, не хочешь, но все равно, если ты на кого-то часто смотришь, ты начинаешь немножко не подражать, а дирижировать так, как на кого-то смотришь, и кто тебе нравится, кого-то слушаешь, кого-то видишь. Но оркестр один целый механизм, да? Все вы люди с инструментами. У каждого характер. Как вам приходится, допустим, 10 скрипок и подчинить одного скрипача, который трактует по-своему? Да? Ну, в нотах все написано. Это вот как водитель едет на дороге, если ему горит красный свет, он должен остановиться. Если оранжевый приготовится, зеленый поехать. Также в нотах написано, вот здесь ты должен играть форта, здесь ты должен сделать акцент, здесь ты должен так эту ноту сыграть, здесь ты должен это так сделать. То есть в нотах уже все написано, а мы уже добавляем немножко эмоций, немножко динамики, фразу добавить, настроение. Как проходят ваши репетиции? Интересно. Интересно. Ну, в рабочий момент мы приходим, музыканты все до этого уже настроились, сидят, ожидают дирижера, настроенный оркестр. Приходим и начинаем работать с той программой, которую нам предстоит работать, дирижировать. Ну, самый ближайший концерт. Работаем над этой программой, берем обычно самое сложное произведение, начинаем с него и потом уже развивается все в таком ключе, как, что по ходу уже дело. Ну, согласитесь, классическая музыка не так популярна и не так массово воспринимается, как поп-музыка, другие направления. Поэтому сейчас, наверное, классическая музыка претерпевает какие-то изменения, поэтому очень часто используют синтез, симбиоз звуков, направлений. И, насколько мне известно, вы тоже это практикуете, чтобы привлечь, допустим, подрастающие поколения, молодежь, играете в саундтреки. Мы стараемся делать очень интересные разные программы. Мы работаем с детьми, у нас каждый месяц идет один раз детский абонемент, детская энциклопедия начинается. Мы там интересно подбираем программу, ввиду эти абонементы я. Подбираю программу, уже ведущие сценаристы подбирают, как это все разнообразить, как преподнести это для ребенка. Где-то поучительно, где-то мы иллюстрируем, инструменты играют. Это так звучит флейта, так лорнет, так тромбон. То есть такие обучающие, чтобы тоже дети знали, и, может, кто-то в будущем выбрал потом инструмент, услышит, что так инструмент звучит, потом захочет поступить в детскую школу искусств, а в итоге окажется вообще у нас потом в оркестре. Тоже есть вероятность. Также у нас бывают не только классические концерты. Есть и мы играли в симфонический оркестр, роковую музыку. Такая интересная программа была. Это впервые в Якутске с симфоническим оркестром. Цоя играли, саундтреки из различных кинофильмов. Мы не то что хотим, скажем, зрителю угодить, но обязательно мы прислушиваемся, что хочет зритель. Потому что музыканты, филармония и любое вообще искусство, оно ведь осознанно для людей, чтобы каждый смог порадоваться посредством музыки или живописи, или чего-то другого. Поэтому мы играем в разные программы, чтобы душа и сердце каждого человека почувствовала что-то теплое и полюбила нашу филармонию Кути. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы сами, наверное, вдохновляетесь. Небольшая такая всрезка, наверное, происходит в вашей жизни. Все ровно, все по-написанному. И вдруг какое-то приключение. Ну да, это интересно, конечно, это же вообще профессия дирижера, она очень эмоциональная. Часто дирижируешь романс, потом тебе нужно дирижировать на следующей репетиции рок. Это вот всплески вот таких вот энергии. Это же надо передавать или характер более меланхоличный, или здесь тебе нужно зажечь и зажечь так, чтобы артисты тоже зажгли. Как искра должна быть от дирижера исходить. Ваш любимый музыкальный инструмент? Труба. Почему? Потому что я закончил детскую школу искусств на трубе музыкального училища. Я обучался и в консерватории на ней, параллельно дирижированием. Потому что это мой первый инструмент, с тем я познакомился. Труба. Такой мужской инструмент, хороший. Мне очень нравится. Поблажки даете трубе? Нет. В оркестре. Наоборот. Я же хорошо очень знаю, знаю, как я бы, например, где-то сыграл бы, да, и где-то требуешь так. Дирижер может вставать за какой-нибудь инструмент и показать, как сыграть? Ну, если он может показать лучшего музыканта, который сидит в оркестре, то можно. А если навыки пропадают, то лучше не надо это делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодой дирижер полон сил и, соответственно, перед собой ставит большие планы. Первостепенная задача – привлечь классическую музыку больше молодежи. Для этой еще неискушенной публики он составляет совершенно другую программу. Павел любит свое дело, свою работу, своего слушателя. Ежедневно ищет новые грани звучания своей музыки. АПЛОДИСМЕНТЫ Стараюсь, когда есть видео, например, с концерта, отправить своему профессору. Или, например, вот у нас был такой случай, что мой первый профессор, Мишурин Альфред Тарамович в Москве, когда я учился военной консерватории, мы уже приехали с нашим коллективом, духовым оркестром в Москву, и давали в стенах консерватории, где учился концерт. Соответственно, весь профессорский преподвальский состав пришел. И было, буквально два года назад закончил, и было очень волнительно, трогательно. И вот как-то чувствуешь все равно же себя учеником, когда сзади тебя вся профессура сидит, которая тебя учили. И здесь ты уже так как маленький мальчик опять пришел на урок, как будто что-то не выучил, да, грубо говоря. Ну, и после концерта, когда прошел, уже отдельно подошел профессор и сказал, Павел, ты на правильном пути, я тебя поздравляю. И мне было очень приятно, потому что я знаю, что если бы было что-то не то, он бы мне сказал, что не то, не там, не так вот это. Я сказал, ты на правильном пути, это меня еще больше вдохновило, сподвигло. Поступил я потом на оперно-симфоническое, закончил успешно. Значит, важное слово именно в вашей работе, это вы ждете от своего профессора? Да, наверное, от профессора. И так как у меня мама и супруга являются музыкантами, профессионалами своего дела, я очень прислушиваюсь к ним, и они мне всегда скажут правду, где надо что-то поправить, где это было хорошо, а здесь, может, надо тебе пересмотреть что-то. Бокс и классическая музыка, на первый взгляд, кажутся совершенно полярные и несовместимые направления. Но Павел и на трубе хорошо играл, и на боксерском ринге чувствовал себя очень комфортно. Спорт параллельно меня преследует всю мою жизнь. С детства, ну, как и все, папы, мамы, да, обязательно водят на кружки. У нас отец, когда мы жили, сделал турник, брусья. Он сам у меня любит заниматься спортом по сей день. У нас дома стоят тренажеры, ну, все делает. Ну, вот, проявил любовь к спорту. И параллельно, когда я еще учился в детской школе искусств, занимался параллельным боксом, ходил в Динамо. Ходил в Динамо, но мама видела все-таки, голова-то иногда болела, да, после спаррингов и тренировок. Мама видела, что... Ну, спрашивала, просто на головах что-ли болит? Нет, нет, все нормально, нормально. Потому что мне же нравилось, я понимал, что скажу, что нет, тогда сразу же тебя из этой секции заберут. Ну, потом пришло время, что надо было выбирать, потому что, занимаясь музыкой профессиональной, это же все-таки аппарат, пальцы, все равно он где-то закрепощается, если спортом начинаешь заниматься более профессионально. Ну, и перед экзаменом, если тебе разобьют гугу, тоже ничего интересного, экзамен ты не сдал, да? Так потихонечку, потихонечку, усилиями мамы, меня от спорта отвели, отвели, я поступил в Ушу школы музыки, также продолжил обучение по классу трубы. Вы легко согласились? Ну... Вы же любили спорт, бокс. Мама у меня очень мягкий человек, очень добрая, но попробую не согласиться, как-то так было. Наверное, мама настоящая женщина. Да, мама каждый день в сознании. Да, умеет убеждать. Она убеждать умеет, она же еще педагог, преподаватель в детской школе искусства по классу аккордио, так что убеждать, подход она умеет найти. Вот как раз, да, фотография семейная ваша? Папа, сестра старшая, это я. Еще младшего брата нет, мама, и это сестра моего отца. Вас четверо? Нас четверо на это фотографии, потом еще родится младший братик, но, к сожалению, старшая сестра Люда, она трагически умерла, вот было тоже в нашей жизни такое. Это, можно сказать, было, вот мы все вместе дети играли, был дождь, мы еще жили в поселке геологов. Провод, просто вот провод упал, оголенный, на лестницу. Есть же пожарные лестницы, которые по середине дома обычно идут. Упал, просто провод оборвало, дождь был. Упал на лестницу, было мокро, но он был оголенный. А мы играли в туки-туки-та, то есть нам нужно было подбежать и, ну, постучаться, да, что-то. Игра в туки-туки-та. Ну, она, соответственно, подбежала и постучалась. Ну, так получилось, что навсегда. Не очень хорошее событие, но жизнь есть жизнь. Было. Фотографии есть, хорошие воспоминания. Это был непростой период в жизни Павла. Пусть он был маленький, но отчетливо помнит, как резко почувствовал пустоту. Ведь они с сестрой очень часто шутили, смеялись, играли, были постоянно вместе. Но мудрость мамы, стойкость отца помогли пережить эту трагедию. Семья сплотилась и пережила это страшное событие вместе. Но прошло время, и все изменилось, когда у Павла появился младший брат. Младший мой брат Миша родился. Климат семьи. Ну, конечно, любая трагедия для родителей, потеря ребенка, это, конечно, хочешь не хочешь, оно все равно отразится. Но родители, они это стойко выдержали. На нас это никак не повлияло. Появился братик. Появился братик, новая любовь, новые эмоции. Семья начала жить дальше, продолжение. Конечно, воспоминаем, сейчас уже вспоминаем очень всегда теплыми словами. Впечатления, потому что старшая сестра, они постоянно вспоминают. Вот была бы она у вас, тоже старшая. Ну, постоянно тоже такие. Вы тепло вспоминаете, как будто она есть с вами. Пока воспоминания живы, значит, человек с нами. Павел благодарит своих родителей, что даже этот сложный момент не отпечатался в его памяти каким-то темным облаком. Родители сохраняли по отношению к нему такие же нежные чувства. И теперь таким же теплом, любовью и заботой он окружает свою семью. У молодых воськовских уже зарождаются традиции. Это совместные поездки, кулинарные подвиги на кухне, занятия спортом всей семьей. У Павла и Анны двое сыновей. Учитывая интересы мальчиков, молодые родители уже рисуют и их будущее. В планах, чтобы один из сыновей пошел по стопам отца и стал дирижером. Хорошо. Как вы дирижируете в семье? Я знаю, что у вас двое сыновей. Ярослав и Андрей одному 5 лет, другому будет на днях уже 4 года. Мы их уже проверили. Слух, ритм. Где-то я здесь видела фотографии. Вот они, да? Да, вот они. Они тоже музыкальные, как у мамы, у них абсолютный слух. На ритм они все выбивают, выстукивают. Так что это могут с них получиться хорошие музыканты. И вы одобрите их выбор? Вот не знаю, как одобрим или нет, но кого-то все-таки дирижером надо сделать. Что? Династия продолжалась. Ну и, конечно, я очень помогу, если у меня будет сын и дирижер. Конечно, я очень помогу, расскажу. Огромный багаж и знаний, и материалов. Мне бы, конечно, хотелось. Вот хотелось бы поговорить о преемственности, да? Если вас воспитывали вот в музыке и в спорте, то в вашем случае какие традиции вы вводите в свою семью, да? И что вы прибиваете своим детям? Ну, дома у нас с малых лет висит турник, прибит на стене. Они уже на турнике у меня потихонечку подтягиваются. Вот старший сын Ярослав, мы отдали его на дзюдо. Ходит на дзюдо, потому что он тоже, энергии у него много. Ага, где-то здесь, да? Где-то наш дзюдоист, да. О-о-о! С другом. Угу. Наш юный дзюдоист. Ему очень нравится. С радостью он ходит. Не знаю, как дальше. Ну, как бы тоже по моим стопам идет, занимается спортом. Младший? Это старший. Это старший. А младший? Младший пока никуда не ходит, но на следующий год, наверное, уже куда-то отдадим. Ну, скорее всего, к брату, потому что, когда с садика забираем младшего, за старшим, когда едем, он там все видит, смотрит тоже. Снимает обувь по ковру, бегает, пытается бороться. Угу. Какие они по характеру? Они разные? Либо же все-таки? Да, абсолютно разные дети по характеру. Один более спокойный, рассудительный, другой более бойкий, юркий. Расскажите о вашей жене. Какая она? Жена красавица. Мои двоих детей. Очень любит мужа. Я ее очень люблю. Она музыкант прекрасный, прекрасный профессионал. Она окончила в высшую школу музыки все три стадии. Школа, училище, вуз. Она была бессменным концертмейстером нашего прославленного ансамбля скрипачей. Скрипачей виртузы Якутии. А потом у нас, когда родился первый сын, она постепенно начала уже отходить, потому что у них очень широкий концертный график. Они очень востребованы. И уже нужно семье это тоже время уже уделять. Уже не было столько времени на работу. Поэтому она плавно перешла в государственную филармонию. Мы работаем вместе. Она сидит вот здесь слева на скрипках. Мы всегда вместе и дома, и на работе. Ну, некоторые, очень многие пары говорят, что это мешает постоянно быть вместе. Уже не удивляешься друг другу. Или вы привыкли? Вы со школьной скамьи вместе? Наверное, я просто другого не знаю. Наверное, так. Потому что, когда начал со школьной скамьи вместе, мы всегда вместе. Когда начал работать, мы тоже вместе. У нас просто... Я другого не знаю, поэтому я не знаю, как было бы по-другому, когда ты приходишь вечером с работы, жена приходит с работы, оба уставшие о чем-то говорить. А так мы всегда вместе. Другого не знаю, поэтому не могу сказать, что это плохо или хорошо. Для меня хорошо, интересно, весело. А какие вы планы ставите касаемо своей семьи? Дочку маленькую? Ну, это хорошо было бы в перспективе. Конечно, дочку хотелось бы. Все-таки еще два мальчика. Если была бы девочка, потом маме была бы очень помощница. Тем более мальчики уже подрастают. Они бы маме помогали. Для полной ячейки, конечно, было бы хорошо. Хорошо. Бог да, значит, все будет. Что должно быть, оно обязательно будет. Всему, наверное, свое время. Как вы отдыхаете с семьей? Как вы проводите время? Просто я читала в одном интервью, два интервью я просмотрела, да? Вы написали, что вы не умеете отдыхать. И у вас нет совершенно свободного времени. Свободного времени действительно не очень так много. Отдыхать, наверное, в том плане, вот лично я не умею, потому что постоянно, даже когда ты свободен, даже когда ты не на работе, но ты всегда о чем-то думаешь. О предстоящих концертах, о нотах. Там нужно ноты взять, у нас их нет. Так, с тем договориться, там позвонить. Наверное, вот в таком контексте, что отдыхать мы умеем, но мозг постоянно чем-то занят по работе, по работе. О чем-то думаешь, потому что ведь у нас в филармонии большая команда, и если ноты где-то вовремя не возьмешь, не состоится репетиция. Поэтому как руководителю приходится всегда думать. Кроме создания семьи, рождения детей, самый яркий момент, эмоциональный момент, который отпечатался в вашей памяти, какой? Даже сложно что-то так сказать на вскидку. Наверное, это наше фотографирование на Красной площади этим летом. Мы детям всю зиму обещали показать Красную площадь. И мы прилетели, это был первый день нашего прилета. Соответственно, дети, ну и мы тоже хотим спать. Возг, кажется, да? Да, и мы здесь, конечно же, очень улыбаемся, натягиваем улыбку. Ярослав, он у нас вообще не любитель поспать. Он действительно здесь веселый. А вот Андрей, мы его долго уговаривали сесть, сфотографироваться. И вот такой, скажем, момент. Москва, наша семья вместе, Красная площадь, то, что мы обещали, родители обещания выполнили, наверное, так очень надолго это запомнится и нам, и детям. Ваше знакомство с Красной площадью? Мое знакомство... Да, каким оно было? Первый раз профессиональное, наверное, у меня сразу же было знакомство. Три года подряд мы стояли на фестивале. Я в составе сводного оркестра на Красной площади стоял. Где-то я здесь видела. И 9 мая на параде и на фестивале Спасская башня. Это во время учебы, да. Ну, это вот мы на Спасской башне стоим, Красная площадь. Вот это наиболее тоже... Да. Это знакомство с Красной площадью. Когда вы вступили, скажем так, на эту самую площадь, какие были ваши эмоции? Ну, конечно, наверное, как у всех. Почему? Ну, такая неровная, да? Маленькая. Маленькая, маленькая, неровная. Ну, и репетиции, где подготовка парада 9 мая, техника, это все проезжает очень же близко от музыкантов. Это от шума. И когда Красная площадь, когда идут, маршируют ВДВ, там она вот так ходуном ходит, там никакие танки, от танков так земля не ходят, когда проходит ВДВ и вбивают, чеканят свой шаг. Эмоции, конечно, очень интересные. Действительно, дух захватывает и очень горд нашу Россию. А каково оно, быть частью такого большого, значимого мероприятия? Очень ответственно. Очень ответственно. И огромная подготовка идет к этому всему. Очень ответственно. Ну, ответственность. И когда мы, трубачи, всегда стояли напротив Владимира Владимировича Путина, стоял на трибуне, и так, когда ты вот 150 метров, а здесь президент, очень так чувствуешь себя очень в приподнятом настроении и гордишься, что вот ты участвовал в параде 9 мая, причастен к этому большому делу. Вы говорите, что вы не романтик. Абсолютно. Значит, вы живете в сегодняшнем дне? Живу в сегодняшнем, но обязательно думаю о завтрашнем. Вот жена мне постоянно говорит, ну, почему ты такой не романтик, ну, что я могу сделать до собой? Ну, не романтики. Строите мечты? Мечты, да. Как у всех, наверное, чтобы был большой дом, большая семья, дружеская, чтобы были все дети, отучились, трудоустроены, ну, как-то, чтобы был теплый очаг, чтобы мы могли детям дать хорошее образование. Хочется, чтобы у детей, у нашей семьи было все. Мы стараемся работать и делать все для этого. Павел, спасибо большое, что вы приняли наше приглашение. Желаем вам сохранять и пребывать в этом гармоничном состоянии, поскольку гармоничный человек это уверенный человек, уверенный человек это человек, который твердо стоит на своих ногах. Хочу, чтобы все ваши мечты сбывались. Большое спасибо за приглашение. Очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин